Сегодня на улице в Гомельском городском центре занятости находится порядка 2400 человек. Это на открытии меньше, чем количество преподаваемых вакансий. Проблема в том, что профессии, которыми владеют беспросованные на сегодняшнем рынке праздника, часто не потребованные. Тереть преподавал перенавучение с затриманием новой специальности и открытием властной справы. Обращающего периодически заявляют преподаватели от гомельских предприемцев. Сейчас, например, одно из них объяснило набор способных работников, заведующих и поваров. Причем на этой специальности принимаются и инвалиды. Ящедно мобчимость заработать с отриманием стажа и выплатами в пенсийный фонд, оплачиваемые громадские работы. С биржи труда приезжают люди, перебирают картофель, зачищают капусту, затаривают лук. Это работа, которая производится перед реализацией. Работа, в принципе, неплохо оплачивается. От 10-15 рублей можно заработать в день. Это не просто разовая выезды в господарку. С кожным жадающим заключается працованный договор на два месяца, у яким предуглеживаются все правы и обовязки боков. У КСУБ Брилёва, сгодно с этим документом, зарплата выплачивается на проконцы кожного тыдня. Если працовать сумленно, то за этот час можно заработать на плату тех же коммунальных послуг, те ликвидовать некую запозыченность. Причем на час деяния договора наимальник гарантуем. Работа будет предоставляться постоянно с обовязковой и гарантованной оплатой. У селяки в выпадку – это не самый горший вариант часовой занятости. Уже второй месяц я ищу. Ждите, вам позвоним. Когда они позвонят, это неизвестно. Жить за что-то надо, за квартиру платить надо. И вот ездим в колхоз. Громадско-оплачиваемые работы у сельхозпредприемствах только начинаются. Уже с ближайшего понеделка они станут значительно больше массовыми, а колькость предприемств, яке готовые предоставить часовой заняток, повеличится. Начнутся массовые выезды со следующей недели. Мы организуем и оплачиваем общественные работы. Они направлены на то, чтобы поддержать безработных в период поиска работы. Значит, это будут в основном сельскохозяйственные предприятия, но в основном здесь по Гомельскому району. Восток, Брилёво, Урицкая, может быть, Берёзки, лесхозы. Вот, будем ездить в лес, там садить лес, сказали, нужно. И мы, значит, будем помогать это делать. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, Телерадо, компания Гомель.